27 мая отмечают День библиотекаря. Праздник представителей этой профессии, а также книжных экспертов, литературных критиков и любителей чтения. Считается, что самая первая библиотека на Руси основана еще Ярославом Мудрым в 1037 году. Затем появились монастырские библиотеки, а середины 17 века формировались первые библиотеки светского характера. Сегодня библиотека – это не просто хранилище книг. Это развлекательный и познавательный центр. Викторины, квесты, выставки. Только эстетический отдел готовит в год около сотни мероприятий для школьников и дешкалят. Так как я являюсь заведующей, то я должна думать о том, чтобы мой отдел привлекал детей, чтобы здесь было им уютно, чтобы им было здесь комфортно, чтобы было здесь хорошо, чтобы они шли сюда с удовольствием. И так действительно есть. У нас здесь находится вся литература, которая нужна деткам. Вот чтобы им было интересно. Не педагогам, которые работают с детьми, а именно детские. Мы стараемся и журналы. Мы получаем такие журналы, как эскиз, юный художник. Татьяна Попецку в библиотечной системе с 80-го года работала не только в Бендерах. За плечами культпросветучилища сразу несколько факультетов. Помимо основной профессии, она организатор и педагог. Есть также музыкальное образование и желание к рукоделию. Делает вот такие прекрасные работы из картонных коробок, материала и бусин. Ты и как воспитатель, и как учитель, и как библиотекарь, и как артист, потому что это и переодевание. То ты коза, то ты снеговик, то ты зимушка-зима. Потому что у нас и открытие, и закрытие выставок. Все это театрализовано, все это красиво. Стараемся для детей, чтобы им было интересно. И не только я. Это наша вся детская библиотека. Все такие творческие люди. И все любят детей, и работают с детьми, и стараются, чтобы было интересно и хорошо. Здесь все посвящено искусству. Такого эстетического отдела, как в Бендерской библиотеке, нет нигде, утверждает библиотекарь. Более 27 тысяч экземпляров книг, журналов, нотных изданий не только. Можно найти все для поделок. Прослушать спектакль на настоящей виниловой пластинке. Найти нотное издание и многое-многое другое. Отдел пользуется спросом. В год здесь до полутора тысяч новых посетителей. Ребята развиваются не только интеллектуально, но и эмоционально. Тут очень интересно и классные мероприятия. Тут можно сделать уроки, почитать что-то, послушать сказочки. Тут находятся очень интересные книги, которые мне нравятся. И вот я взяла тоже книжечку. Десятки мероприятий проведут во время летних каникул для отдыхающих на пришкольных площадках. Сегодня здесь готовится и к детскому фестивалю, который пройдет в крепости 1 июня. Мероприятия мы проводим бесплатно для ребят, для школы, для детских садов. Отдаем им списки, какие у нас готовые есть мероприятия. Мероприятия самые различные. И по календарным каким-то праздничным датам. А может быть и педагогу надо что-то допустим. Вот хочу все знать, у меня были такие прямо цикл таких мероприятий. Откуда взялся телефон, например. Как появилось число. Откуда появилась одежда. Откуда книжка к нам пришла. То есть вот эти почемучки, вот эти вопросы такие, вот это все с показами на экранах. К слову, в Приднестровье сегодня впервые отмечают День библиотек. Поздравления с праздником адресуют прежде всего библиотекарям, а еще всем, кто любит и читает книги.